Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok на ранька музыку так весна будет подходить к но как писать может читали мы уже читали столько раз а вот да имеем его королевского величества давида 5 короля ряда неиспадатель всего может беспрепятственно проходить через все посты расположены реки понтар да это нам дал барон геха учета встал геральт ну ёлы-палы ну ухты печень волка фига всего отличный чертов гриб или хард что-то наверное меч да причем серебряный улучшена черная кровь а чё она делает вампиры и трупоеды получают отравление когда ранят визуака кроме того что бросают назад кстати неплохо бля вот это надо сделать лучше на иголку это ладно долго искать как можно купить ну кей а 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 опять же насколько я помню так вот на выход ладно насколько я помню вот этой лампы который может что-то посвятить там буквально появляется прям такая аура просто залез сюда надо исследовать пошел как говорится блин по заданию это классика вообще подобных игр а Да, грибами здесь затариться можно на год вперед. А, просто выход в другую сторону, серьезно? А, это не какие-то разные выходы, но при этом можно продолжать и продолжать идти, да? О, акцент, у вас по тьмах так глаза светятся, что я сперва подумал, будто я щурки. Тварь, напавшая на фургон, какая она была? Здоровая? Здоровенная была скотина, здесь протиснуться не смогла, а зубища у нее были, едва мы утекли. Интересно, догнал ли он тех купцов? Так им и надо, сычарам. Теперь первое дело выбраться отсюда. Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Рассказывайте, что здесь случилось. Купцы нас наняли, вроде как их на дороге охранять. Мы оглянуться не успели, они нас цапали и связали веревками, как баранов. Зачем? А вот это они нам как раз аккуратно объяснили. Что мы, значит, топерича неизбежные жертвы во имя прогресса торговли. И потому они нас оставят у телеги чудищем на сиденье. И правда, летел ящик, как по заказу. Чудище должно быть привыкнуть, что по этому тракту перевозят припасы для армии. Ну да, умная была тварь. Сразу нам отрезала дорогу, так что пришлось нам сюда влезть. А вот бедный Томил не успел. Я займусь чудищем. Виверны часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду, так что искать, думаю, недолго. Мы тут подождем, чтоб не мешать. Королевская Виверна. Вот это мне повезло. Сидел уже кто-то. А, так я сюда и шел, кстати говоря. Хе-хе-хе. Хе-хе. Окей, да все-все, просто убери. 23-й, у меня 11-й. Ну, так, туда-сюда. В принципе, возможно, я ее даже и завалю. Так, а Виверна у нас какой там у них? А, кстати, Вилохвост еще не прочитал. Вилохвост, ничего себе, скорее уж, сука, мечехвост. Я, Винбук, ветеран Махакамского полка добровольцев. Своим звучным названием Вилохвост обязан длинным острым отростком, венчающим его хвост. Нанесенный им удар может пробить насквозь дубовый щит и руку, которая его держит, даже если ее будет защищать кольчужная перчатка. Другими словами, с Вилохвостом даже молодым шутки плохи. Королевская Виверна. А, так это вот, это не просто, это королевская Виверна. Умелый охотник редко возвращается с охоты с пустыми руками. Если знаешь, какими тропами ходит лань, в какой лучше грязи будет валяться дикий боров, и когда появится заяц из нары, пол-дела сделано. Но большинство людей не понимает, что некоторые чудовища могут научиться тому же. Например, королевская Виверна из Вилена не взлетала, высматривая жертву издалека, и таким образом открываясь людскому взгляду и стрелам. Она устраивала тайную засаду тракта и дожидалась военных обозов. Так на Солонине пиве она росла и жирела, и начала уже больше напоминать дракона, чем другие представители ее племени. Больше напоминать дракона, чем... А ведьмак знал, что такая тварь будет гораздо сильнее и упорнее любой обычной Виверны. Одного ее удара было достаточно, чтобы убить человека, а значит следовало любой ценой от нее уворачиваться. Также стоило удерживать ее на земле с помощью арбалета или бомбы всякий раз, когда она попытается взлететь и насти убийственный удар с небес. Так, арт. Ага, ну логично, да. Масло против драконидов. Иволга. Кстати, у меня иволга-то есть, должна быть. О, есть. А я можно сразу? Да, можно. Окей. Сейчас я уже просто хочу досмотреть тогда, что здесь есть. Я так понимаю, основной причиной... А, нет, вот сундучок еще есть. Улучшенные сапоги Школы Кота. Вот я еще обычных не сделал, у меня уже есть. Улучшенные. Улучшенные сапоги Школы Кота. О, 23-й уровень. Улучшенные сапоги Школы Кота. Ну, уже сначала обычный, это логично. То есть могу хуже сделать. То есть мы будем обычные, но проблема всегда. Ага. он сейчас прям подготовиться надо будет так раз он где-то тут пополнить все эликсиры здесь все-таки на улице с ней драться если честно а вот тут выход который я говорил да вот и верно пока она не согралась я могу сохраниться так еще я делаю еще раз масло против драконидов против драконидов бомба картечь так у нас какая сейчас бомба стоит она картечь и стоит замечательно значит масло против драконидов это у нас это призраки я не могу какого цвета зеленого да так и сделаем ну понеслась скотина вот это ну обычно здесь не проживаешь какого хера, их тут две там есть королевская и все вот это интересно не, ладно, сюда пока рано сюда прямо рано одну бы я еще забодал наверное но двух они меня сейчас просто вынесут при контратаке можно отрубить язык ладбищенской бабе неплохо кстати надо запомнить если я запомню вот тут вот тут вот Нихуясь Вот так вот, очень маленькое окошко тайминга, чтобы спорировать. Прям крохотунное. Ну ладно, если 20 какого-то, не 20, я 11 получается, ну да. 9 уровней это существенная разница. Ну ладно, мужичкам придется здесь посидеть подольше, что же делать. Играет музыка. Играет музыка. В смысле? А, тут два гнезда вверх еще. А, заебись, все, я понял. Я понял. А, ну я же говорю, вот это будет какое-то кресло здесь. Хотя прямо здесь нет. То есть там нужно же два гнезда, а каждый охраняет. А, и потом наверно пролетит королевское суда, вот на центральной вере. Играет музыка. Нет, знаете что, ребята, не в этот раз. То есть, грубо говоря, их на самом деле даже не двоих, а четверых надо загасить. А, по-моему, королевское полетит. Ну, а это будет интересно. Это мы потом сделаем обязательно. Ну, столько времени мужики здесь сидели, посидят еще. Так, значит... Ну, два гнезда. Нормально. Так, задание, значит, мы берем... Нет, дополнительные... Вот это, кстати, может быть, пойти еще. Однако, так, значит, мы идем вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Поехали пока вот сюда. Ты тоже со мной в этой пещере был, да? Я не заметил. Шевелись, Платва. Да, Платва, помню, что только не делает. Мне кажется, на самом деле, у нее есть турбореактивный двигатель. Она может просто ноги так раскорячить в разные стороны. Потом так загибаются в районе колен. О, медведь. Мне нужен медведь. Мне нужен медвежий жир, это я помню. Что ты меч опять другой взял? Ведь она же... Один, Геральт, я жму тебе один уже тысячный раз. Медведя не надо себе, я думаю, ничего вам долбить. О, медведь. Вот так вот. Медвежье сало, да. Опять же, можно у паруса их пытаться задолбить? Но вы знаете, я не любитель особо такого, так что, не, 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 я знаю, что надо, если вот этот вот древоглаз, или как там его называют, появится, вот тогда, ну, я не буду специально там выискивать, ну, если я еду, раз и лом, надо будет обязательно его за это замудохать, потому что мне нужен у него яд, я так понимаю, что он, естественно, выпадает какой-то там, как его называют. Вероятностью Другой чок, что ли, совсем, зачем-то как-то пенотик повернулся. У всех свои причины. У меня еще это проходит по категории спрятанное сокровище. Собственно, все, вот я нашел все сокровища. Спрятано, типа, что? Че, бля? Какое я письмо нашел? Что? Да, я сейчас даже не обнаружил. Драбик, слушай сюда, тупой ты мудак. Если будешь держать добычу всех на виду, она у нас надолго не задержится. Ты что, думаешь, кроме нас тут нет разбойников? Ну, ты-то, может, так и думаешь, я знаю, что ты болван. Ну, вот что я тебе скажу. Нет, есть и другие. Так что, будь хорошим мальчиком и перепрячь добро в такое место, где только мы с тобой сможем его найти. Значит, я тебе гузна так надеру, что он покрасеет, как арбуз. Метки. Так, ну и чем? Так. Пользуясь чуть-чуть, здесь про лицензию попробовать в письме. Я отслеживаю, как бы, это задание, да, я прям, прям его. Чё-то так длинный зази-а. Как он догадался, что они здесь спрятаны? Да, без ведьмачьего чуть я, конечно, не нашел бы. Ну, чертеж, дворовый покойник из покойника. Что за клинок? Скорее всего, это... Ну, он неплох, но только вот по основному урону, все остальное у него. Ну, ладно, по ходе выполню какой-то крестик маленький, почему-то нет. Чтобы приготовить отвар из покойника, надо сначала убить у покойника, а его нет. Погнали. Давай. А, блядь, у меня... Упоквест уже понесло. Так. Давайте просто сюда. Я пока не особо хочу прям кучу этих вопросиков проходить. Слеза, слеза, блядь, блядь. Все, прикольно сделано. Рыба плавает, все дела. И вообще красота. У меня хорошо, здоровый, жесткий диск, вообще не думаю, там есть у меня есть. Нет, ты знаешь, у меня оно есть. Черт, так. О, стой, блин, по-моему он где-то был мне нужен. Как-то раз. Когда-то там. Ага, пацаны пришли. Ну мы сейчас это место освободим, так и быть. Просто потому что пацанам очень хочется. Пацаны очень хотят, чтобы мы на кастыряли. Уважаем пацаны. Ушел. Ребят, давай пофригайться. Топ! Хай, ты умирай. Ушел. Слеза, давай. Черт, не отмечай. Ушел. да и все ничего не будет там не вернутся люди какие-то собаки или волки так у меня конечно же нет нормально дашу починить сейчас есть но хотя нет 90 хороший один набор был я его собственно и потратил странно обычно такое место где типа эти живут чудища ты его очищаешь и приходит сюда люди и что-то в этот раз нет ладно вот не настолько я плохо со здоровьем был но он чуть-чуть получше кстати говоря мы его но разве что именно чуть-чуть здрасьте пожалуйста только я от тебя избавился о хорошо хоть немножко да есть возможность починить так и теперь если ничего не путаем мы можем сделать вот так а нет я могу быстро переместиться на пристань да ладно неплохо кстати знак того что мне дали пиздюлей так только вот тоже вовремя этому знал что задание все делаю вот это задание хорошо вам не скипается я не против но почему она у меня скипается именно вот в этом плане и он тоже захвачено монстрами уже . упустевшие сиреней в смысле слишком повреждены что-то несешь где раз ударил чего написал что до того как здесь нам не зайду надо через мост наверно по человечески заходить вот про ксенфурт вообще ничего не помню но я надеюсь что в ксенфурте будет хороший кузнец вот хороший кузнец это прям вещь которая мне нужна пипец так просто лодка вот так вот чтобы попасть туда нам надо вот туда вот нифига себе какой тут Тауарский мост они спустившись линии а вот сюда люди придут так давай все таки по ночам шастать как-то это пришли днем безо всяких этих все у нас хорошо мы никому не желаем зла ну пацаны там ходят дайвенький народ ооо сколько тут всех цена сразу вопрос есть или нет тремя пунктами стали оао напугал 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 все а пизизр я я боюсь я очень я боюсь музыкска веща я ухожу я боюсь Мне страшно Какая красота, мать честная Здрасте Всем привет, честь и отчизна полностью согласен Людей, смотри, не пускают Мутант Ну вот такое, да Стоять, прохода нет Что, в городе чума? Чума? Нет Сказали, никого в город не пускать и не выпускать Ну, если только грамоты нет На счастье у меня есть, ну Кто приказал закрыть городские ворота? Говорят, сам король Он не хочет, чтобы беднота и беженцы такой город засрали И потом, когда народ туда-сюда шныряет Обязательно какой-нибудь шпик пролезет А так то, пойди пролезь Словом, без грамоты ходу нет Ты об этом? Дай-ка взгляну Хм-м-м Хм Печаточки не достает Такой, красной Да быть не может Может, в гражданской обороне опять забыли Они там сейчас жутко занятые все Ну ладно Проходи Я уж думал, сейчас начнется Пойди найди там и так далее Или денег не дай Спасибо Такие места, как города, деревни и лагеря Дороги нередко узкие, а предприятий слишком много Причем максимальный скорость передвижения там ограничен Плевать, меня тянет от сегодняшней жаркой Ну, это тут вообще можно Это, кстати, первый большой город, в который попадаем Хорошо бы все быстро устроить Войска за рекой меня несколько беспокоит Так, самое главное Где тут у вас Тремя Да, тремя фунтами Железа, свинца Стали, стали А где тут у вас Кузнецы Кузнецы, молодцы Наверное, если вы здесь на лошадь что сюда заезжаешь Человек ублюдка младшего Нет, с нами никто не пойдет О, парикмахтерская, да ладно Мое почтение Чем могу помочь? У тебя есть бритвы и ножницы? Отлично, подстриги меня А посмотреть это нельзя, главное Это вот, когда нельзя предварительно посмотреть, честно говоря Да Вообще, Геральт, он как бы это Гладко бритый Конский хвост остальное сбрить Длинные распущенные волосы Распущенные не слишком длинные Выборь по бокам, концы, сзади Прическа эльфа мятежника Вот это, по идее Я понимаю, десять это в скобочках сколько это стоит Е... Ты серьезно? Я сейчас, я думал про другое Тако... Ладно, давай это попробуем Деньги есть, хучно Просто я что-то это Я другое рассчитывал Нет, я не такое не хочу Это так и было Блядь! Давай эльфы мятежники Давай посмотрим чисто, что за эльф мятежник Давай Я думаю, как и второй части можно сделать Надо же другом городе, другая эта Только утица-то хоть нельзя Давай Давай оставим ту, которая была Блядь! 40, а просто так спустил 30 Бывай Борода все равно растет 내�affle Так, сразу проверим Ещё ли можно 2? Нет Я так я меня покую Есть? Понятно Знаёшь что, това, сказалなん ли? Хочешь справедливости? Найми ведьмака Это правильно про нас говорят Вот это, вот это говорят Вот это мудрые люди говорят Ни какую-то хуйню несут так это бронь серьезно только броник да не может быть наверняка где-то есть и обычный кузнец броник логично вообще-то у меня уже есть на мой 11 уровень у меня есть оружие славный геральт из лирии я полагаю наслаждайся жизнью выродок прошу мне не мешать меня кто-то подозрите так торговать на потом да здравствует король так вот здесь или через кустому я ищу тамару дочь кровавого обороны из велины твой брат сказал она здесь так вас милсдарь войцах прислал иначе как бы я тебя отыскал погодите милсдарь я ее сейчас приведу ты меня спрашивал кто ты тебя отец прислал я хотел убедиться что ты жива и с тобой все в порядке меня зовут геральт из реви у меня все замечательно геральт из реви так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни теперь когда ты это узнал прощай подожди нам не о чем разговаривать у тебя есть полное право злиться на отца но он беспокоиться о тебе полное право о большое спасибо как это ценно получить одобрение наемника мой отец беспокоиться лишь о том есть ли у него чем набраться он конечно не святой но он всю округу поднял на ваши поиски мне кажется для него в эту минуту нет ничего важнее чем найти тебя и твою мать я в людях кое-как разбираюсь жаль что он раньше о нас так не заботился особенно аман он совершил ошибку и понял это я не оправдываю его просто говорю что он наконец осознал что натворил и что вы очень нужны ему замечательно я все приняла к сведению ты приехал чтобы мне об этом сказать прежде чем я согласился тебя искать барон рассказал мне вашу историю так как ее видит он что расскажешь ты моя история скучно как жизнь на болотах мое первое детское воспоминание пьяный отец лежит под лестницей облеплены грязью и сжимает в руках бутылку примерно так же прошла еще дюжина лет отец пил беспробудно пропадал месяцами потом возвращался и закатывал такие скандалы что только мебель летала как же я радовалась каждый раз когда он собирался на войну помню как он орал на маму бил ее аж до хруста она плакала я тогда пряталась под кровать и ждала тишины вот и вся история помножь это на 19 лет выйдет моя жизнь в конце концов чаши терпения переполнилась и мы убежали нам войсок говорит у твоей матери на руках были странные знаки и что чудовище утащило ее в лес это правда мы ехали к реке вдруг мама вскрикнула скорчилась чуть с коня не упала я подъехала ближе и увидела как что-то происходит с ее руками они будто пылали и тогда из леса выскочило это существо не знаю что это было но зарычало но так что у меня кровь пошла из носа и я видела как она выворачивает деревья я в жизни так не боялась она схватила маму и исчезла в лесу я хотела поехать за ними но кони понесли теперь я даже не знаю жива ли она я бы не хотел об этом говорить но я знаю что твоя мать потеряла ребенка из-за него он толкнул ее она упала тогда все и началось мы были одни помощи ждать неоткуда всюду кровь это была самая страшная ночь в моей жизни тяжело вам обеим пришлось мама была в шоке не слава сдормал все хорошо что она не хотела этого ребенка у нее наверное жар была кровь из нее лилась ручьем она не хотела ребенка она говорила что скорее спорить себе живот чем родит ребенка от его семени что ты собираешься делать разыщу маму знаешь что это может быть непросто я не настолько отчаянная чтобы думать что справлюсь сама но у меня есть новые друзья могущественные друзья и они мне помогут что за новое друзья если это конечно не тайна никакая это не тайна через церковь вечного огня я вышла на охотников за чародейку это справедливые и отважные люди и они мне помогут так вот откуда эти светильники в твоей комнате ты увлеклась вечным огнем когда жар пламени вечного огня разжигает твое сердце пламя до конца жизни ведет себя дорогой правды и прибавляет сил желаю чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести спасибо когда я был маленький меня учили не играть с огнем обжечься можно а что будет с твоим отцом он меня не интересует я не вернусь к нему эта часть моей жизни осталась позади я не думал что барон дойдет до того чтобы нанять убийцу чудовище здрасте хотя кажется вы прекрасные следопыты рад что ты знаешь кто я а сам ты не представился граден охотник за чародейками на службе его королевского величества а радовида ряданского ты должно быть слышал о нас мне все уши прожужжали если кровавый барон прислал тебя за дочери лучше сразу смирись в этот раз ты задание не выполнишь благодарю за заботу но о моих заданиях беспокоиться не надо что до тамары она сама решить что делать это благородно с твоей стороны отказаться от платы ради блага человека охотники и церковь вечного огня благодарны тебе а все таки интересно что барон нанял для поиска в дочери именно ведьмака отчаявшийся отец способен на многое чтобы найти свою дочь и это говорит ведьмак а говорят мутации лишают вас человечности и отнимают чувства многие лишены человечности и без мутаций куда вы едете тамара должна отдохнуть ей через многое пришлось пройти когда тепло вечного огня восстановит ее силы мы приступим к поискам ее матери пока ты не уехала твой отец просил передать вот это клара отец велел привезти мне куклу смешно он думал меня этим купить передай ему что растоптанного детства красивым жестом не вернешь прощай ведьмак несмотря ни на что спасибо что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану а я надеюсь что ты понимаешь во что ввязываешься всего доброго удачи а земли севера вилансов Велин. Короче, конечно, с одной стороны барон, он раскаивает всякое такое, но ее понять тоже можно, как 19 лет такого пиздеца. Земля Велин со столицей в горс Велине расположена на западе Тимерии и является одной из беднейших провинций королевства. В ее территорию входит остров Тенант со знаменитой резиденцией чародеев и академией магии, которые вместе с горс Велином являются двигателем торговли и развития для всей провинции. Через Велин проходит торговый путь в Новиград из Цидариса, Вергена, Бруге, Цинтры и других расположенных к югу королевств. Велинцы занимаются главным образом земледелием, ремеслами и разведением зверей. Провинция практически лишена природных богатств. Большую часть ее покрывают боры, хвойные и смешанные леса, реже ольшанники, хотя значительная часть ее территории подтоплена и заболочена. Так, кстати, про это мы заметили. Сделай сам. Сколько раз вы призывали все кары небесные на голову портного за то, что сшитая им сорочка годится только для пугала? Сколько раз вы ругались кузнецом из Новиграда, который за целый месяц не удосужился выковать обыкновенную подкову для коня? Как часто вы лишали еды своих детей, потому что какой-то оружейник требовал целое состояние за паршивый шлем? Хватит. Достаточно, говорю я. И вы также скажете. Вооруженные книги, которые вы держите в руках, и пары простейших инструментов, вы сможете сами чинить вещи, возможно, даже изготавливать их. Покажите этим наглым вымогателям из ремесленных цехов, кто кого должен оставить в дураках. Закатывайте рукава и за работу. В принципе-то чё. Полезная тема. Загасить. Кошка, которая... Ведьмаков, которые не любят. Так. Чё-то взял. Глубника и малиновый сок. Чё-то трубка. 300 письмов. А всё готово. Ждём только тебя. Когда мы рассказали командиру о твоем усердии рвении, он без колебаний согласился принять тебя в наш релиф. Вначале ты пройдёшь предварительное обучение, но ты уже умеешь ездить вверху, вы владеешь мечом, поэтому основные навыки у тебя есть. А всё прочее не займёт много времени. Как только ты найдёшь наш мундир, наденешь наш мундир, мы отправимся на поиски твоей матери. Мы найдём её, обещаем, даже если придётся перерыть весь велен. Там внизу, кстати, запёрт вот здесь. Чё-то вареники лежат вот здесь, вот где-то в столе. Это тоже самое? Нет. Ты больше ничего не скажешь, да? Ой, ладно. Да капец у тебя экземпляров этой книги, ты смотри, фанат. Меч колдуний. Ух ты. Кто такие охотники, спрашиваете? Люди такие же, как и вы. Порядочные, что лучше и грехом брезгуют. Живущие в согласии с законами богов и природы. Возмущённые беспрестанными кознями вень чернокнижников и нелюдей. Единственное, что нас отличает от простого люда, так это факт, что мы отважили взяться за оружие, чтобы защитить наши земли от зла, которые будто как грена их разъедает. Нет у нас командира, нет у нас ни собственных замков, ни земель. Хоть борьбу нашу и поддерживает своим золотом богобоязненный король Родавид, мы не приносили мы присяги ни ему, ни какому другому в ловике. Служим мы только вечному огню, а слушаемся мы только собственной совести. Кто может к нам присоединиться? Каждый, кто духом честен и телом крепок. Найти вы можете нас в любом большом городе севера. Мы дадим вам приют про питание и оружие. Объясним вам, как лукавого распознать по знаком безошибочным, таким как знамения, что магические символы складываются, гладкая кожа у женщин, которые на свете больше 30 весен живут, или черный кот, который в хозяйстве содержится. Покажем, как защититься от ворожбы, как с помощью двимерита обустать и укоротить магическую стихию. Обучим вас, как каленым железом вытягивать из грешников самые тайные секреты, и как им смерть причинить при помощи вечного огня. Ебучая инквизиция. Жемчужина Севера, Новиград. Путешествие по королевствам Севера невозможно миновать Новиград. Если я должен был назвать то, что во время моего путешествия произвело на меня наибольшее впечатление, то назвал бы я именно этот большой и притом свободный город. Метрополия эта достойна империи. Жаль ли, что прогресс цивилизации, который приносит с собой Нильфгард, сюда еще не дошли. Поэтому наряду с великолепными постройками, замечательной инфраструктурой, буйным цветом, разрастается здесь мракобесие, воплощенное в пульте вечного огня. Создается впечатление, что суеверие это средство, при помощи которого местный иерарх и его храмовая стража властвуют над горожанами. А властвовать здесь есть над кем, поскольку население города это 30 тысяч жителей. Прогуливаясь в великом порту, окруженном чудесными образцами архитектуры, трудно представить себе, что столетия назад Новиград был небольшим эльфским городишкой. Когда город перешел в руки нордлингов, начались неприятности, ибо, как известно, люди севера могут многое, однако не имеют друг с другом договориться. Итак, Новиград сперва принадлежал Ридании, после перешел в владение Тимерии, чтобы, наконец, после множества компромиссов быть объявленным вольным городом. На самом ли деле этот город вольный? Посмею в этом усомниться. Слишком много здесь риданского влияния на каждом шагу. Тот факт, что город расположен на территории Родовида, говорит сам за себя. Возвращаясь к моему путешествию. Путешествуя по улицам города, я встретил 4 водяные мельницы, 8 банков и аж 19 ломбардов. Здесь такие, здесь, есть здесь также и заведения для утех бедноты, такие как трактиры и бордели. Об увлечении Новиграда вопросами веры пусть свидетельствует тот факт, что в городе построено, внимание, 19 светилищ вечного огня. Что же я думаю, что у Новиграда имеются все возможности для того, чтобы стать столицей мира, и, быть может, когда-нибудь он ею станет. Сперва, однако, надлежит навести здесь порядок. Туссент, герцогство из мира сказок и чудес. Когда путник из северных земель впервые попадает в Туссент, ему кажется, что оказался он в стране, сошедшей со страниц книжки волшебных сказок. Здесь не встретит он никогда изнуряющей погоды, ибо даже зимы в Туссенте солнечные и теплы. Веет легкий освежающий бриз без малейшего намека на холодные вьюги. Не испытает он голода, ибо деревья и кустарники здесь круглый год осыпаны сочными плодами. Не грозит ему одиночество, ибо всякий встречный будет общаться с ним приветливо, как со старым другом. Не обнаружат он здесь ни захолустной скуки, ни уныния, ни тревог. Вино в Туссенте льется рекой. Музыка звучит беспристрастно, а воздух повсюду полом птичьими трелями и пением прелестниц, не скупящихся на ласку в ответ на комплимент со стороны статного рыцаря. Столица княжества, город Боклер – настоящая архитектурная жемчужина с множеством великолепных эльфских памятников. Тут и парящие башни, и мастерски вырезанные барельефы, и таинственные руины. И лишь изредка солнечный диск на черном фоне, контраст яркого золота и темной ржавчины, напоминает о том, что эта чудесная земля – это воплощение волшебной сказки «Вассал Ильгарда». Ну ладно. А теперь нам самое главное после всего этого найти кузнеца. того кузнеца, который нам сделает мечи. Так, а что мы по деньгам? 1198. Возможно, мне еще и на эту, конечно, хватит тоже на... Ну как я? Броню. Вылет барона Матамай. Так, ладно. А этот ваш мильгардский кесы, пусть меня в жопу посадят. Дай выезду. Так, сурово. Хорошо, сейчас чуть-чуть, сразу же в жопу. Так, ну-ка-ну-ка. Чувак с джембы есть, да? Ну, он не с джембы, да? Видьма. Кажется, король Рдовид ненавидит эту эльфа. Так, это выход. Блин, ну пожалуйста, пусть здесь... Ну не может такого быть, чтобы здесь не было этого. Ну, конечно, я так и в бронюку тогда загляну. Просто я надеюсь, что вот, даже город, все дела. Посадка. Я дам, да, я не знаю, где я. Ага. Ты, окей, ты, ты, красавец. А что надо делать, чтобы он будет такая, бледная морда была? А-а-а-а-а-а. Ты, откуда пришел? Так, потолок. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! И все заплатят. Ха! Клиент! Первый курс для меня кое-что. Так. Замечательно. Блядь, подмастерье. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? А, ну как бы подмастерье, но почему-то он все равно может ковать. Ладно. Стальной месть школы Грифона. Все для него есть? Давай. Ура. Далее. Улучшенный стальной месть школы Грифона, но у него не хватает... А почему нельзя сразу его купить? Что-то странно. Почему-то резко в коже этого... Ну это ладно. А это стальной. В смысле? Далее, да серьезно. Пятая эссенция. Пятая эссенция. Обрезка. А почему нельзя просто вот... Ну это же можно обычно. Вот пятая эссенция. Так, обрезки кожи и что-то еще было. Блядь, я не помню. Давай смотреть. Так, ну-ка свернись. Болты и вот это вот все. Так, серебряный меч. А слиток серебра... Один... Так, три слитка серебра... Так, а слитка серебра, я так понимаю, у тебя нет. Да, естественно, раз ты нет возможности купить. Железный слиток серебра есть. Так, компонент, хорошо. Слиток серебра, я могу сделать. О, слиток серебра, три штуки мне нужно, да? Окей. Раз, два, три. Что-то болты-то мне тебе опять открыли. Отлично. Что ж, спасибо. Так, у меня осталось 690 монет. А, кстати, давай-ка мы это продадим тебе здесь. О, я перевесла, пошел. Так, это что такое? Опа. Это у нас кто? Школа Грифона. Вот это был хороший меч. Но теперь он на меня сейчас уйдет. Так, мы пока что вот это все выкинем. Так, далее. Да спел Школа Грифона? А когда я его успел сделать? Штаны Школы Грифона? Да, а, блядь, я же их уже сделал. Тем более. Что их не надел? Ну, я забыл про них просто. Так, сейчас, разобрать. 1800 у меня уже денег. Блин, вот этот весь мусор, его можно, по идее, разобрать. Давайте я его лучше, наверное, если у меня есть деньги еще немножечко, то убрать. Ах ты ж, блядь, можно было вынуть улучшение, да. Сколько это будет стоить? 295. Давай. А-32. Ладно, давай. Так, и из серебряной. Это какой у нас? Чернобог, да, вот это надо разобрать. Вот тоже сейчас не достаем. Да уж, все, подостаем. Так, пока что? Бывай. Пока что. Давайте рюкзак шелнуть и по-румному. В смысле, румные камни лучше? Потому что я знаю, блядь, что ты меня это мучишь-то внезапно. Так, значит, стальной и серебряная школа Грифона. Что у него? Плюс два силы атаки. Давай. Так, и стальной школы Грифона. Да, наверное, я буду все, чтобы просто урона больше наносить. Так, отлично, далее. Что-то я не это. Помню, на сапоги что ли, школы Грифона не хватало? Так, единственное, вот этот меч оставлю. Надо его починить. Ну, блин, он уже, во всем, ну, три можно этих впихнуть. Вот что меня смущает. Если я в него впихну три этих... Так, стоп, давай-ка мы. Ты выкуешь, да? Стоп. Починить вот этот меч. Так. А можно сравнить? Так, хотя у них уже 145 урон. Мощь знаков у него просто все плюс пять. Все знаки. Дополнительный опыт за смертельный удар по человеку. Тогда получается он хуже. Есть отдельные небольшие эти, но в целом он хуже. Поэтому давай-ка мы. Все, у него кончились деньги. Так, а ремесло он больше мне сделать ничего и не может. Он только оружейник, да? Дай. Ну ладно, мы-то не тебе это покажем. Так, секундочку. Бывай. Аф-5. Нет, погоди, давай-ка мы... Он теперь у меня есть, потом будем играть с ними в гвинт. Нет, подожди, где? Где-то вот здесь почему-то у меня... А, типа значок показывался, но поскольку я ни разу с ним не взаимодействовал, то он типа на карте... Тебя ждет смерть от отравлений. Тебя хутами стали. Посмотрим, просто охути, мне нравится эта шутка здесь, да? Не, прям, практически точно угарал. Блядь, ты и с мечами, да? Ты совсем? Привет. Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается, мне, будет у меня, наконец, интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах это! Это заказ от Ридонской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Несколько бронек. Тогда посмотрим. Так вышло, что мне и правда кое-что нужно. Великолепно. Вот увидишь, ты останешься доволен. Так. Боже, а у меня сейчас какой? Так, во-первых. Баляха, муха, я забыл. Какой у меня сейчас на мне? Будь здоров. Школа Грифона, да. Кстати, я туда глифы не вставил. Так, глиф Аарда. Малый глиф Аарда. Малый в перчатке. Большой глиф Аарда вот сюда обжаришь. Да, школа Грифона. Все. У нас, по идее, там должны быть у тебя, по-моему, кстати, на ноги тоже школа Грифона. Мы ничего не запихнули. Блядь, зачем я запихнул? То есть сейчас перчатки школа Грифона, допустим, есть. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Очень вероятно. Так вышло, что... Великолепно. Вот увидишь, ты останешься... Давай, господи. Малый у меня есть. Вот он, 11 уровень. Вот этот бой с одной ячейкой. Да, все. Малый, конечно, охуительный. Но у меня очень еще пока что... Так, все. Значит, школа Грифона, все. Еще два только, конечно, целая куча. Типа два, которые могу подготовить. Компоненты не надо. Мусор. Перчатки. Топорника. Перчатки школы Грифона. Не хватает инвертийентов. Ну, у меня денег до жопы, поэтому давай вот это мы докупим. Блядь, вот толченое плод чудовище. Вот. Блядь, вот толченое плод чудовище. Вот где мне ее найти? Ну, мы сейчас по другим торговцам пошарим, ладно. Потому что мне ее надо. Так, перчатки и сапоги. Тоже школы Грифона. Это улучшенные школы кота. О, сапоги школы Грифона. Чего не хватает? Вот хуйни под названием Эссенция Чудовища. Блядь. Ну, ладно. Так, дай я себе запишу куда-нибудь. Значит, мне нужна. Эссенция Чудовища. Толченое. Или какая там. Плоть. Чудовище. И на мне хотя бы один сет будет полностью. То есть на мне будет... Я буду весь в школе Грифона. Так, в Гвинт. Будь здоров. Пока что... Пока что, пока что. Так, дай посмотрим, что здесь на площади есть у торговца. Идет смерть от отравлений. Блядь, я чувствую, что мне эта фраза заебет еще. Вы не встречались, случайно, влог Муинля. Ха. Да, кто это сказал? Белоголовый? Влог Муинем очень даже, может быть, не встречались, потому что... У меня тут все. Отчетов, доржаной водой. Бумаги, пожалуйста. Глядай. Укупай. Не раздумывай. А бумаги-то как раз и нет. Армия реквизировала на военные цели. Прошу про... Чего с тем, пожалуйста? Пожелаешь. Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. О! Краски. Необходимые для задания. И все. Мям! Ну, давай продадим мусор. Ну, давай продадим мусор. Ну, хоть что-то его можно было продать. Так. Валяется просто так. Так же, откуда мы продадим мусор. Пиво. Всеволодя обычное, оно ничего не делает. Ладно, пока остаем. Будь здоров. Ну, эссенция, чудовище. Это, к примеру, из каких-то монстров, естественно, попадает. Вот толченая плоть. Ладно, дайте тогда... Ну, почему нельзя сейчас сохранить... Что за бред? Что сейчас происходит такого, почему нельзя сохранить игру? Блин. В общем, давайте мы на этом и сегодня закончим. Ссылки, как обычно, везде в описании. Проходите, подписывайтесь, вступайте и так далее. Вот. А в следующей серии продолжим. Я хочу найти все-таки вот это вот. Откуда это можно выбить? Ну, и, соответственно, тогда уже будем посмотреть. А вообще, по заданию, нам надо бы сейчас вернуться назад. Куда? Поэтому до острова уже забежим, посмотрим, что у Кесси. И будем на этом заканчивать. Вот. Надо закончить с семьей барона. Чтобы уже как-то все это... Приняло законченную лиц, скажем так. Завершенную. Геральт, что ты делаешь? Просто залезь. Ну, блядь. Геральт, что это? Ты не можешь отсюда залезть? Серьезно? Блядь, что ты делаешь? Остановись, черт ебаный. Оттас, вот просто выйти на берег. Все. Ну, всяких уебес, конечно, плавает. Ладно. Все. Ссылки в описании. Проходите, подписывайтесь. Я пойду читать, что мне нужно. Ну, и заодно надо прерваться. Это уже шутка такая. Раз, два, три, четыре. Пятый усилий подряд. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин